Всем привет, меня зовут Ника. Ой, сейчас подождите! Вот. Я хотела записать просто очень коротенькое видео, поделиться своими мыслями, которые мне сейчас пришли в голову про изнасилование, пока я гуглила разные обложки книжек про изнасилование и про домашнее насилие. Потому что мы с Олей Размаховой будем делать вторую книжку. Вот мы одну уже сделали про социофобию. Мы будем делать еще одну про домашнее насилие, про сексуализированное насилие, партнерское насилие. Короче, вот это все. На вторую книжку мы тоже будем собирать средства краудфандингом. Потом я вам об этом расскажу и ссылку сделаю. Короче, сейчас не об этом. А сейчас я хотела сказать вот что. И это нифига не новая мысль. Ее уже довольно часто произносили. Просто мне захотелось опять ее сказать. Более того, я сама ее когда-то на канале произносила в видосе «Мы все сексисты». Очень много людей, даже, наверное, большинство людей, хотя хз, считают, что изнасилование — это что-то плохое. То есть, если мы сделаем какой-нибудь опрос телефонный там и позвоним всем и спросим, а как вы относитесь к изнасилованию, то, я думаю, большинство людей скажет негативно, это что-то очень плохое, фу, изнасилование. Окей, да, есть вообще отбитые люди, которые считают, что изнасилование — это классно, но в целом, блин, большинство людей, я думаю, осуждают это. При этом, если мы этим людям зададим вопрос немножко по-другому, например, скажем, жена пришла домой с работы очень усталая, ей хочется просто лечь спать и заснуть, но её муж очень хочет заняться сексом, и он уговаривает её, она отказывается, и он продолжает её уговаривать, и в какой-то момент она решает согласиться. И я думаю, что многие люди скажут, что это не изнасилование, и всё в порядке. Кто-нибудь, может быть, даже скажет, ну, как бы, это супружеский долг. Если муж хочет, жена, как бы, если она его любит, то она должна это показать делом. Или другой пример. Девушка очень нравится молодому человеку, и он за ней ухаживает. Она не особо отвечает взаимностью, но он продолжает дарить ей цветы. В общем, он продолжает её добиваться, и в какой-то момент он провожает её до дома и целует. Я сейчас довольно сухо это всё описываю, но в зависимости от того, как рассказчик или рассказчица относится к происходящему, это можно описать либо так, что мы очень чётко поймём, что это нарушение личных границ и желаний этой девушки и насилия, а можно описать как романтичные действия влюблённого парня, который добивается своей избранницы и не останавливается ни перед какими трудностями и всё такое. И это неудивительно будет, если мы интерпретируем его действия как романтичные и как бы классные, мужественные, потому что в культуре, типа в фильмах, в книжках, такие действия очень, как сказать, романтизируются, и они преподносятся как что-то правильное, классное, и как вот то, как вот мужчины и женщины, они, как они взаимодействуют, как мужчина должен, что мужчина, что вообще-то мужчина должен добиваться женщины. Вот как это выглядит. В общем, если мы вот эти два случая расскажем уже по телефону, да, тем людям, которые задали вопрос про изнасилование, я думаю, большинство людей скажет, всё в порядке, это не изнасилование. Мне кажется, что большинство людей знают, что изнасилование и насилие — это что-то плохое, но не знают, что это такое. Типа то же самое, не знаю, например, с расизмом. Про сексизм нам с детства особо ничего не говорят, но про расизм говорят. Говорят, типа, расизм — это очень плохо, вот, вот смотри, рабство — это очень плохо. И ребёночек такой, да-да, расизм — это плохо, рабство — это плохо. Но никто не объясняет нам сложную систему всю эту, что такое расизм. Нам никто не объясняет, ну, редко, более детально, в общем, это, что это не только рабский труд, там, это не только раздельные туалеты или, там, раздельные места на автобусе. Это просто, там, не знаю, репрезентация в культуре. Повышенный уровень насилия со стороны полиции, какие-то законы, которые ограничивают то, где могут жить темнокожие люди. В общем, нам не объясняют вот эти все детали. Нам говорят, расизм — это плохо, и всё. И то же самое с изнасилованием. Нам никто не объясняет про личные границы, про согласие, вот это всё. Нам просто говорят, изнасилование — это плохо. В итоге мы просто живём и такие, ну да, изнасилование — это плохо. Произносим эту фразу, но потом идём, живём свою жизнь и делаем действия, которые, in fact, являются изнасилованием. И мы не думаем, что они плохие, потому что мы не понимаем, что это изнасилование. Мы не знаем, мы не соединяем вот эти две штуки. Anyway, вывод. Какой у меня вывод? Когда мы осуждаем насилие, изнасилование или ещё что угодно, там, сексизм, то надо обязательно, обязательно... И я для себя сейчас это тоже, типа, напоминаю себе, прям актуализирую, что надо не только осуждать это, но и объяснять, что это, а какие примеры есть этого. Надо приводить прям примеры поведения, каких-то слов, которые иллюстрируют проблему, которую мы осуждаем. Всё. Всё, это очень короткое видео, я просто хотела поделиться с вами этими мыслями. И если что, у меня на канале есть видео о том, что такое секс, что такое изнасилование, что такое активное согласие. Это видео называется «Что такое секс», по-моему. Да, в общем, ссылку я на него размещу в описании. Вот. Это всё. Спасибо, что посмотрели моё видео. Увидимся в следующем. Подписывайтесь на мой канал, он про феминизм, но не только. Блин, если каждое видео про феминизм делать, я думаю, что у меня спухнет голова. Вот. Да, оно не только... Мой канал не только про феминизм, но про феминизм тоже. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок